Мы продолжаем рубрику вопрос-ответ и это в инстаграм. Елена Власова снова написала обширный комментарий. И тема обширная, в общем-то, тоже. И она не просто обширная, она еще и сложная. Сложная не потому, что нет ответов — потому что, в принципе, мои ответы никому не нужны, как, в принципе, и любого другого человека, любого другого источника извне. Человеку нужен его собственный ответ, его собственный отклик, его собственный отзыв. И сегодня мы пойдем именно этим путем, чтобы человек начал улавливать, что же он ощущает, что же он на самом деле знает, а не просто пытается думать, пытается верить, на что-то полагаться и от кого-то зависеть. Итак, вот смотрите, вся информация по поводу Будды, Зорбы, Лао Цзы, Будда дошел до восьмого уровня, спустился на четвертый, чтобы возвращаться к людям. Лена, откуда вы взяли эту информацию? Вот вы себе задайте этот вопрос. Естественно, вы взяли ее извне. Откуда вы знаете, что эта информация соответствует действительности? Почему, например, Абсолют или Источник или Творец, который един, один, совершенен и закончен в своем совершенстве, должен был поделиться на несовершенство? Почему среди окружения кто-то знает, а кто-то не знает? Как такое вообще возможно? Это первое. Второй момент, смотрите, если вы даже читаете, вы всегда слушаете прежде, что вы ощущаете. Вы ощущаете равенство, вы ощущаете, что эта информация действительно вас ведет к себе, к ценности себя, к авторитету самого себя. Мы сейчас не берем игры ЧСВ, мы не берем, что человек там зашкаливает или его куда-то заносит, мы берем человека, который в наблюдении, который бдителен и который, самое главное, правдив собой. То есть, что человек действительно хочет? Он хочет обнаружить этот источник в себе и собой или он хочет получить какую-то власть, какую-то силу, дабы управлять реальностью. Это разные вещи. Игры с реальностью, мы отдельно, конечно, будем об этом говорить, но это очень опасная вещь. И вы никогда не переиграете игру матрицы, потому что она сильнее. И есть такая фраза, я ее часто употребляю в консультациях. Всегда у такой силы системы на один патрон больше, вам этого не изменить и не переиграть. По поводу ощущений. Вот если бы вы оказались один на один с собой, в тайге, на каком-то острове, неважно какая природа, вы бы полагались только на то, что вы есть у себя. Скажите, разве может источник, творец поставить вас в зависимость от того, есть библиотеки поблизости или нет? Подключены вы к интернету или нет? Съездили вы на какой-то семинар соцсанга или ретрит или нет? Разве ваша светимость зависит от того, что где-то горит лампочка или не горит? Ведь ваш свет, он всегда имеет место быть. И давайте посмотрим. Вот часто человек слышит такую фразу «мир иллюзия». А что такое мир иллюзия? Ведь фактически человек находится в состоянии информационного сна. Что это такое? То есть человек не помнит, что он и есть источник. Только не совсем сам человек, а то, что находится внутри. Та сила, тот свет, та светимость, та суть себя настоящего. Это является чистотой источника. Но точно так же и присутствует тело, присутствует личность, которые принадлежат данной реальности, принадлежат данному информационному полю, данной матрице. Так вот, смотрите, когда вы спрашиваете как личность, когда вы спрашиваете в окружении того, где находится личность, вы спрашиваете у сна, с какой стати сну сообщать вам какие-то ответы, какие-то подсказки и ключи, чтобы вы взломали этот сон, чтобы вы проснулись, чтобы вы освободились. То есть вы, получается, ныряете на дно воды, вы ныряете именно с целью найти там сушу и солнце, но ныряете больше и больше и больше и больше. И замечаете, что кроме количества того, что вас сдавливает, какая-то плотность, какая-то невозможность уже понять, что делать, куда двигаться дальше, ничего другого вы не ощущаете. То есть света, суши и солнца вы там не находите. Почему? Потому что вы двигаетесь в обратном направлении. Истина ближе, чем дыхание. Что это значит? Это значит, послушайте сначала свое дыхание и осознайте. Истина, то есть ваша суть, ваш ответ, ваш отклик, ваша настоящесть еще ближе. Так у кого вы тогда спрашиваете? Еще раз повторюсь, я не даю ответов. Я не пытаюсь повторять и копировать какие-то информационные источники, как бы насаждая новую идеологию, говоря «Нет, та плохая моя хорошая». Ни в коем случае. Цель этого проекта – провести человека к тому, что он никогда ничем не был обделен. Он никогда не был недостаточно хорош. Он не является кем-то, кто должен заслуживать, вымаливать или как-то достигать то, что всегда в нем находится. Суть заключается в том, как это распознать, как это ощутить, как это не спутать ни с чем. И вот давайте начнем с того, что вы можете продолжать информацию читать, воспринимать, но включите наблюдение, попробуйте отслеживать в этом наблюдении, как вы воспринимаете информацию. Почему одна информация вам нравится, а другая нет? Почему одна информация как будто вас возвышает и приподнимает, а другая, наоборот, куда-то прибивает? Самый главный аспект – когда вы взаимодействуете с тем или иным мастером, который называет себя мастером или гуру, неважно, как он себя называет, обратите внимание, какой посыл, какая частота, какое излучение. Вы чувствуете себя на равных? Вы чувствуете, что этот мастер пришел, чтобы рассказать вам, что вы и есть это или этот мастер, как бы смотрит с высока. У вас появляется ощущение, что вы еще не достигли, вы недостаточно хороши. Вам еще работать и работать и работать. И один, и два, и три уровня. Кстати, по поводу уровней. Разве вы не замечаете, что это прототип сетевого маркетинга? То есть вы будете много-много-много двигаться, много-много-много что-то делать и заведомо ясно, что в принципе вы не дойдете никуда. Кто-то успел, кто-то дошел, но это не вы. Но зато вы будете все время двигаться, вы все время что-то будете делать в надежде. Это ослик и морковка. Я уже об этом говорила. Будьте осторожны с тем, чтобы искать среди информации истину. Да, информация может содержать осколки, какие-то алгоритмы, какие-то подсказки, которые наводят вас на ответ, но они никогда не могут являться ответом. Почему? Потому что, смотрите, истинная частота, частота истины, частота света, она запредельна. Да, она подвластна тому, чтобы вы стали прозрением ее, вы стали ощущением ее и потом уже осмыслением, но не наоборот. Мы не говорим о том, что я сел, почитал, подумал, представил, мне понравилась идея, все беру, заверните, я пошел. Ни в коем случае. Вы всегда должны осознавать то, что вы никогда ничем не были обделены. Вы просто не знаете, как это вскрыть. Поэтому больше слушайте, больше ощущайте. Я обычно в разговорах употребляю глаголы, которые якобы свидетельствуют о том, что человек должен быть делателем. Нет, вы не должны быть делателем, вы должны быть деланем, но я допускаю это в речи.